После многочасовых переговоров с Хамасом группировка все же согласилась отпустить 13 израильских заложников, среди которых 8 детей и 5 женщин. Об этом сообщили представители Египта. Израиль информацию подтверждает. Сделка между Иерусалимом и террористами из Газы в субботу оказалась под угрозой срыва. После успешно проведенного первого этапа, когда 13 израильтян и 11 граждан Таиланда и Филиппин были освобождены в обмен от 39 палестинских заключенных, казалось, что стороны намерены выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме. Однако в субботу Хамас в последний момент отказался передавать Международному комитету Красного Креста очередную группу заложников. Группировки назвали причиной задержки якобы нарушения Израилем условий соглашения. Боевики обвинили ЦААЛ в полетах дронов над югом сектора Газа и недопущении гуманитарной помощи, в первую очередь топлива, в северные районы Анклава. «Только Израиль несет ответственность за возможный провал этого соглашения. Действия бригад Аль-Касама по приостановке передачи второй партии пленных происходят в то время, когда мы ожидаем результатов усилий посредников в их переговорах с израильскими властями. Если оккупационный режим желает отменить это соглашение, то этим они подтвердят то, что мы говорили все время, что этот враг не соблюдает соглашений, и что этому врагу нельзя доверять, и что этот враг понимает только язык силы. Если бы не эта сила, они бы не согласились на это соглашение, и им нужно понять, что только эта сила может сохранить это соглашение». Израиль обвинение отверг, подчеркнув, что выполнил все взятые на себя обязательства. Еврейском государстве считает, что Хамас пытается выторговать для себя дополнительные бонусы, подставляя этим посредников в переговорах Катар и Египет. Военно-политический кабинет собрался на экстренные заседания. В Израиле дали понять, если Хамас сорвет сделку, то армия готова немедленно возобновить полномасштабные боевые действия. «Мы очень расстроены. Мы так долго ждем возвращения заложников. Мы очень расстроены, так как речь идет о детях. Мы надеемся, что ребенок, которому всего 10 месяцев, вернется сегодня вечером, но его все еще нет. Мы очень, очень боимся, что этого не произойдет». Освобожденные накануне проходят реабилитацию. На этих кадрах 9-летний УАД, боевик Хамаса, подсаживает его в автомобиль Красного Креста, на котором, в числе прочих, он покинет газу. Мальчик выглядит растерянным и, похоже, не осознает, что происходит. Через некоторое время он, наконец, встретится со своим отцом и другими родственниками. «Единственный, кому удалось с ними поговорить – Суадом. Его мама и бабушка – это отец мальчика, Ави. Он поговорил с ними, сказал, что с ними все в порядке, они здоровы. Мы все очень рады, что они сами сказали, что с ними все в порядке. Я не могу дождаться встречи с Суадом, чтобы подарить ему кубик Рубика, играть с которым он очень любил и, вероятно, очень по нему скучал. Это первое, что он берет с собой, куда бы он ни пошел». Встреча освобожденных заложников с родственниками полны позитивных эмоций, но медики отмечают – все, находившиеся в плену у Хамаса, должны пройти полное обследование. Врачам и психологам еще предстоит выяснить, как перенесенный стресс отразится на их состоянии. «Вчера вечером к нам в детский медицинский центр Шнайдер поступили четверо детей, три матери и одна бабушка. Были организованы команды психологов, психиатров, социальных работников. Дети и члены их семей находятся в хорошем физическом состоянии. Пока слишком рано говорить больше об их эмоциональном состоянии. Ими всеми занимаются многопрофильные бригады». Тем временем, соглашение о временном прекращении огня между Израилем и Хамасом нельзя считать концом кризиса с заложниками или даже началом этого конца. По мнению аналитиков, пауза дает Хамасу преимущество в конфликте, который, скорее всего, трансформируется в затяжную драму. Несмотря на то, что освобождение хотя бы части заложников, в первую очередь детей, является огромным облегчением для израильтян, после окончания перемирия Хамас продолжит удерживать более 150 человек. Родственники тех, кого уже освободили, обещают не прекращать усилий, пока последний заложник не выйдет на свободу. «Я счастлив, что ко мне вернулась моя семья, но я не буду праздновать, не буду праздновать до тех пор, пока не вернется последний из похищенных. Хочу подчеркнуть, наши дети, наши отцы, наши матери, наши сестры находятся в это время в плену. Есть люди, чьи сердца разбиты. Я хочу сделать так, чтобы каждый похищенный вернулся домой. Семьи похищенных – это не плакаты, это не лозунги, это реальные люди. И семьи похищенных с сегодняшнего дня – моя новая семья. И я позабочусь и сделаю все, чтобы последний из похищенных вернулся домой». Впрочем, не все израильтяне считают, что правительство и дальше должно идти на уступки террористам. По их мнению, уничтожение Хамаса должно стать приоритетом для Израиля. «Что ж, я очень рад за семьи, которые вернули своих родных. Я очень рад за них. Но я не рад перемирию. Я очень надеюсь на то, что мы покончим с этой ужасной организацией или, по крайней мере, угрозой с ее стороны. По крайней мере, на ближайшие годы. Мы не можем жить по их правилам. Мы не можем позволить этой антисемитской организации, совершившей геноцид, находиться рядом с нами. Мы не должны этого допустить. Мы не должны допустить этого». Нынешний обмен, по мнению аналитиков, выгоден террористам по многим причинам. С одной стороны, большое количество захваченных людей стало серьезным бременем для группировки. За ними нужно постоянно следить и, при необходимости, а она с началом наземной операции ЦААЛЯ явно появилась, постоянно перемещать. А когда в их числе есть пожилые и больные, это усложняет ситуацию. Поэтому, избавляясь от тех, кто требует особого внимания, Хамас вовсе не проявляет сострадания, а в первую очередь высвобождает ресурсы, необходимые ему в других областях. В особенности это относится к примерно двум десяткам рабочих из Таиланда, Непала и Филиппин, которые не представляют стратегической ценности для Хамаса, поскольку не являются ни израильтянами, ни евреями. Другая причина – заложники, которые останутся, это израильские солдаты или мужчины боеспособного возраста, и Хамас вполне ожидаемо будет утверждать, что они являются военнопленными. А это, в свою очередь, усилит давление на правительство Бениамина Нетаньягу, чтобы оно согласилось на дальнейший обмен. И тогда Хамас попытается провернуть уже рабочую схему, когда за одного израильского солдата из тюрем выпускали сотни и даже тысячи палестинских заключенных, обвиняемых в терроризме. Однако, пока внимание сосредоточено на женщинах и детях, которые, согласно действующему соглашению, должны выйти на свободу. На фоне двух успешных этапов обмена, Египет, один из посредников в переговорах между Израилем и Хамасом, дал понять, что перемирие может быть продлено. Как заявили в Каире, страна ведет активные переговоры со всеми сторонами с целью достижения соответствующего соглашения и получила положительные сигналы. На данном этапе речь может идти об одном или двух дополнительных днях, что позволит освободить большее количество заложников.